Правоохранители, да и сами учителя продолжают выяснять подробности жуткого случая, который произошел накануне в 81-й школе Екатеринбурга. Преподаватели ударили ножом в спину, подозревают девятиклассника. Анастасия Павлова попыталась выяснить, что могло стать причиной такого поступка. В 81-й школе Екатеринбурга шумно. Учащиеся отдыхают на перемене, а вот учителям нужно оставаться на чеку и в перерывах между уроками. Накануне их коллега, педагог по географии Дмитрий Флавианов, получил травму. Ему ударили ножом в спину. Главный подозреваемый – девятиклассник этой же школы. Я бы не сказала, что это был конфликт, потому что учитель не конфликты. И ребенок, как ребенок, он в этот день почему-то повел себя неадекватно. Он вот так отреагировал на замечания учителя, что пропустил урок без уважительной причины. Правда, школьники говорят другое. Их одноклассник с учителем географии давно не ладил. Девятиклассник плохо учился, поэтому педагог часто делал ему замечания, а иногда и голос повышал. Юноше это, конечно же, не нравилось. И тогда, по рассказам одноклассников, приятели предложили ему выяснить отношения с географом на спор, взяв нож в руки. Его как бы заставили это сделать. Не то, чтобы заставили, его спровоцировали. Как бы сказали, давай поспорим, если ты не сделаешь, то лох. Такой человек, что если он сказал то, что он это сделал, то он это сделает. Свидетели говорят, географ даже не сразу понял, что его ранили, лишь когда из поясницы хлынула кровь. А подросток тем временем заплакал и убежал в столовую, где его и задержали. Почему порезал-то? Правда, что он прогулял. Учителя Дмитрия Флавианова госпитализировали в 23-ю больницу. Там обработали рану, и так как жизни педагогу ничего не угрожает, отпустили домой. Сейчас мужчина на больничном. Правда, неизвестно, где он находится. Дверь в его квартире никто не открывает. Соседи географа о случившемся ничего не знают. Впрочем, и о самом мужчине не особо наслышаны. Здесь его видят редко. Известно лишь, что раньше в этой квартире жила его мама. У него мама здесь умерла, и может быть они даже уехали, как я не знаю. Может, квартира стоит вот так. Что касается старшеклассника, сейчас он находится в центре временного содержания несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правда, привлечь к ответственности девятиклассника не так просто. Ему еще нет 18-ти. Вопрос такой спорный. Именно сейчас следственные органы выясняют, какое именно преступление было совершено, под какую статью уголовного кодекса подпадает, и может ли лицо несовершеннолетнее нести ответственность по конкретной статье. Известно, что у подростка уже есть условный срок за грабеж. Не исключено, что в этот раз ему придется отвечать за свой поступок по всей строгости закона. Анастасия Павлова, Сергей Карелин. События ОТВ.